И всем привет, друзья, с вами Картофан, и это уже третья часть гайда по моду Арсмагика 2 на версию 1.7.10. Но сейчас ты видишь топового комментатора с прошлого видео. Если ты хочешь попасть сюда же, то ты знаешь, что делать. И также не забывай нажимать на кнопочку подписаться и на колокольчик, чтобы не пропустить новые гайды. Ну а мы начинаем! И сегодня я бы хотел вам рассказать про все способы добычи эссенции. Кто не знает, эссенция нам понадобится, например, для работы некоторых приборов и для создания заклинаний. Ну и первый способ добычи эссенции это обыкновенный обелиск. И чтобы его сделать, вам нужно будет вот так все дело выложить в верстаке и вы получите обелиск. Вы его сможете поставить и в принципе он уже будет работать, если вы в него положите ведро жидкого эфириума. Эфириум это вот такая вот водичка. Но у всех вот этих вот способов есть несколько уровней. То есть вот это у нас первый уровень. Потом, если мы сейчас его сделаем вот так вот мелом волшебника вокруг, это значит, что у него уже будет второй уровень, значит, что он будет уже меньше потреблять этого эфириума и быстрее делать эссенцию. И третий уровень это если мы сделаем вот таким образом столбики. Вот так вот. И сверху мы сделаем резной каменный кирпич. Обязательно именно эти материалы и тогда у вас будет третий уровень вашего обелиска. И теперь если мы сюда положим ведро жидкого эфириума, тогда оно съестся и наш обелиск начнет работать. Теперь мы сможем его привязать к нашему, например, алтарю. Чтобы это сделать, вам нужно будет нажать Shift плюс ПКМ по вашему обелиску и по вот этому вот блоку в вашем алтаре. Точнее вот так вот. У вас он загорелся. Нажимаете ПКМ. И почему-то он у нас не привязывается. Это очень странно. Так, вероятно, он слишком далеко. Поэтому давайте мы, допустим, здесь его поставим. Хоп. Все, и у нас соединение успешное произведено. Его нужно ставить как можно ближе, иначе просто-напросто это не будет ничего работать. Кстати, все это дело мы связываем с помощью кристального ключа. Делается он вот таким вот образом. И также чекать всю эссенцию, сколько находится в нашем обелиске, можно с помощью посоха техномага. Делается вот таким вот образом. И просто нажимаете ПКМ, и вам показывает, сколько в нем есть энергии. Если, например, вашему алтарю нужна будет энергия, когда вы будете делать какое-нибудь заклинание, то вы просто-напросто нажимаете на рычаг, и тогда эта энергия пересосется в алтарь. И все будет хорошо. Этот обелиск у нас сделал нейтральную эссенцию. Чтобы делать хорошую эссенцию, нам нужна будет небесная призма. Чтобы ее сделать, вам нужен будет обелиск, мел волшебника, несколько свечей оберега, лунный камень, фокус на ману и заклинание свет. Чтобы его сделать, я вам сейчас покажу, что надо будет. А вам нужно будет сделать снаряд и свет. Вот такой вот факелок. Вот так вот все выкладываете сюда книжку и делаете это заклинание. А теперь мы давайте построим эту структуру. Вам нужно будет поставить вот такой вот обелиск. Потом делайте вот таким вот образом вокруг него мелом волшебника. Вот так вот вы делаете. Вот. Дальше вы ставите вот здесь вот по углам свечи обереги. Все, теперь нам нужно всего лишь-то сюда кинуть лунный камень и фокус на ману в количестве одной штуки. И потом в итоге во все это дело выстрелить светом. То есть сюда кидаете лунный камень, фокус на ману и стреляете сюда. Все, у вас получается вот такая вот призма. Это у нас тоже получается, что первого уровня. Чтобы сделать ее второго уровня, вам нужно будет воспользоваться мелом волшебника. Вот так вот вы сделаете. Все, у нас получается, что это второго уровня. Кстати, я вам забыл сказать, что вот эта вот призма будет генерировать автоматически ману, точнее эфир. То есть вот так вот вы будете просто тыкать, и она сама генерирует. И чтобы сделать нашу небесную призму уже третьего уровня, вам нужно будет несколько кварца. И также либо стекло, либо золото, либо алмазный блок, либо блок лунного камня. Блок лунного камня будет наиболее предпочтительно. Вы ставите опять же вот таким вот образом здесь уже кварц. Обязательно кварц, никакие блоки больше другие нельзя использовать. И теперь уже вы ставите ваш блок. В нашем случае это лунный камень. И все, получается теперь, что наша призма уже третьего уровня. Она, кстати, у нас будет уже генерировать ману не днем, а ночью. Как можно заметить, сейчас она ничего у нас не генерирует. И если мы сделаем ночь, тогда она будет генерировать уже наш эфир. Ну и последний способ добычи энергии, это у нас будет зловещая энергия. Это с помощью специальной ауры. Для ее создания нам также нужно будет мелого волшебника, обелиск, свеча оберег. Также нам нужен будет солнечный камень, фокус на монстра и урон, который у нас мы делали в первой части. То есть это урон огнем. Просто-напросто, смотрите, вы делаете снаряд. И вместо света вы делаете огонь. Так, где у нас урон огнем? Вот он. И все, вы делаете здесь книжку и делаете ваше заклинание в алтаре. Теперь давайте мы приступим к постройке нашей структуры. Для этого вам нужно будет поставить ваш обелиск и потом вам нужно будет ставить вот таким вот образом с помощью мелого волшебника ваш мел. То есть вот так вот вы делаете и теперь вот таким вот образом. И в итоге у вас должна получиться будет вот такая вот структура. Дальше вы ставите ваше свече оберега вот здесь вот. Вот так вот это все будет выглядеть сверху. И последнее, что нам нужно будет сделать, это кинуть сюда вот солнечный камень в количестве одной штуки и фокус на монстра. Дальше мы просто сюда стреляем огнем. Хоп, и мы получаем вот такую вот ауру. Она будет у нас поедать монстров. И эта аура у нас также первого уровня. И чтобы ее улучшить, нам нужно будет воспользоваться мелом волшебника. Опять же, просто вот так вот делаем вокруг нее. Вот так вот мел. И все, она у нас повышается до второго уровня. И чтобы сделать ее третьего уровня, вам нужно будет сделать уже специальную структуру еще. И для этой структуры вам нужен будет обязательно адский кирпич. И дальше вам нужен будет либо обсидиан, либо химеритовый блок, либо блок солнечного камня. Естественно, предпочтительнее будет блок солнечного камня. И вы ставите вот таким вот образом ваши адские кирпичи. И наверх вы уже ставите вот этот вот блок, который вы выбрали. Все, и теперь наша аура стала третьего уровня. Она у нас сейчас генерирует ноль энергии. Но если мы сюда, допустим, заспауним какого-нибудь зомби, паука, давайте паука лучше. Вот у нас паук. Спауним. И вот так вот они будут поедаться. Ну-ка, и давайте посмотрим, сколько мы из четырех пауков получим. 800 энергии. Темной энергии. Мы также можем присоединить к нашему алтарю. И можем питать наш алтарь. И также некоторые другие приборы. Ну а если тебе понравился этот гайд, то обязательно пиши свой комментарий и ставь лайк. Также не забывай подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами был Картофан. Всем удачи и всем пока.